Есть. Так. Слава Богу, друзья, приветствую всех, кто включается. Такой последний урок этой темы истории Восточной Церкви. И я рассказал о таком, как бы, очень малоизвестном и непокулярном, казалось бы, да, но очень важном историческом любом моменте, как вот несостоявшийся конец света, да. Это самая, вот эта история, она говорит об очень многом. А самое главное, вот для меня было в свое время узнать об этом подробно, знаете, что для меня было главное? Осознать, что нет никого на земле безгрешных, не ошибающихся, что все ошибаются. Нам раньше как говорили, что, и я это как бы не знаю, принимал так, что вот церковь православная, вот, никогда не ошибается. Вот, мы всегда правы вообще. Вот, все остальные могут там ошибаться, ересь, и там конец света назначают, или что-то еще. У нас такого не было, как бы. А потом, когда узнавал, стоп, и у нас полно ошибок всяких было. А меня что насторожило изначально, поначалу-то, вот как раз, помните, я вспоминал этого Никодима, митрополит Никодима, Ленинградский-Новгородский, который как раз, вот, он сделал очень важные шаги такие, и заявил, что надо тоже там примиряться и не ругаться с христианами другими. И, значит, он как раз и говорил, что церковь, она имеет право на ошибку, но мы должны признавать и работать над ошибками этими. И, знаете, вот о западных реформаторах больше или меньше известно, но вот о православных реформаторах очень мало известно, но это еще потому, что таких больших реформаций у нас не было, просто-напросто. Были отдельные реформаторы, были отдельные такие вот, ну, как бы, не знаю, отдельные личности. Давайте я вам расскажу вот о некоторых реформаторах. Давайте запишем некоторые имена. Вначале древних, а потом более современных. Вот самые вот из истории в Восточной Церкви самые известные, вот если брать древние реформаторы, можно так говорить, самые древние реформаторы, они были еще в то время, когда вот это смешание христианства с язычеством происходило вовсю. В эпоху даже еще соборов еще. Представляете? Были уже люди, которых можно назвать сегодня уже назвать великими реформаторами там, на Востоке. Правда, о них очень мало что известно. Сразу оговорюсь. Информацию я находил и нахожу по крупицам буквально. Это восьмое столетие, восьмой век. Не оговорился, восьмое столетие. Притом, начало восьмого столетия. Даже не конец. Начало восьмого столетия. И исторически началось все в семьсот семнадцатом году. Легко запомнить. Тот самый семнадцатый год. И опять-таки, октябрь семнадцатого совпало. Представляете? То в тысяча пятьсот семнадцатом реформация, в тысяча пятьсот семнадцатом революция, Ленин на броневике, там Мартина Людер с тезисами. Что-то все. В этом семнадцатом произнесло. Да, ну, как бы, 500-летие отпраздновали, по крайней мере, да, реформации. Вот, а в семьсот семнадцатом году к власти пришел, ну, в условиях, когда вертикаль власти построена очень жестко, тогда все зависит, почти все, как вот в Библии говорится, да, рассказывается, зависит от личности, которая наверху. Когда больше или меньше горизонталь выстраивается власти, тогда не такая сильная нагрузка на личность, которая наверху. И когда, допустим, в условиях более демократичной или коллегиальной формы, правления, тогда даже если моральность или аморальность или вот позиция лидера, она не так сильно влияет на все общество, но, так же и в церкви, так же и в государстве, но чем больше вертикаль выстроена, тем все больше завязывается на самой личности лидера. Неизбежно. И сама Библия примеров очень много показывает таких. Самый классический вариант это вот книги царств, книги про Липоменон, да, там, значит, приходит такой-то правитель, Бога не боится, допустим, все там, и все, и пошло в Израиль бардак. Пришел богобоязненный, и благословение, процветание, все. Вот, это условия вертикали власти. Поэтому, кстати, вот Джордж Вашингтон, кстати, сравнивая как раз библейские вот эти примеры, он и приводил-то, он говорит, почему британская тирамия, почему вызвала бунт колоний, он, как раз, делал вывод, Джордж Вашингтон, вот, что, значит, что не было вот этой, как раз, горизонтали, а его идея, он, тогда Нью-Йорк был столицей, объявлен, значит, в то время, и он сделал такое заявление в этом храме, как он называется там, ну, был главный в то время там столичный город, столичный храм, заявил, что самое идеальное построение общества это вот крест, чтобы и горизонталь, и вертикаль были равномерны, вот, как бы он заявлял, чтобы строить общество, чтобы можно было, значит, без перекосов в одну или в другую сторону, он нарисовал, и как бы большинство людей, как бы, поддержали его идею построения нового общества, более справедливого, где и горизонталь, и вертикаль будут вместе развиваться, вот, а тогда зависело все от личности лидера, конечно, и вот, значит, к власти пришла новая династия Исавров, Лев Исавр, Лев Исавр, он был другой человек, совсем с другой династии, в отличие от прежних императоров, и он повел новую политику, политику реформации, по сути, вообще это было, его идея была, вернуть общество и вот именно христианская церковь к тому, что было до Константина, этим словом, что было до построения, как он выразился, как бы, несправедливого римского общества тогдашнего, вот, и там много, много очень интересных идей было, при нем были реформаторы, его звали император, запомнили, да, Лев Исавр, вот, при нем были реформаторы православные, он им дал зеленый свет, до Левая Исавра им никогда не дали бы, это Константин Накалийский, архиепископ, потом патриарх, значит, Константин Накалийский и Фома, второй, Фома Клавдиапольский, архиепископ, вот эти два епископа православных, Константин Накалийский и Фома Клавдиапольский, оба были греками, просвещенные греки, которые, как раз, вот, собственно, они были возле императора, и, по мнению историков, они, как раз, императора Инна Доумили, который искал новый путь, как бы, что делать дальше, дело в том, что к тому времени, почему назрел необходимость реформы, к тому времени Византия фактически пала уже, то есть, остались рожки да ножки, арабской кони состояла возле стен Константинополя, от былой Византии огромной ничего почти не осталось, вот, и, значит, и даже, скажу так, по совести, даже, почему он пришел к власти-то, ну, так, повезло ему стал императором, желающих особенно не было, в общем дело, потому что, никто не хотел, многие не хотели богатые местные эти династии становиться императорами на месяцы или на пару лет максимально, понимали, что скоро вот-вот пойдет Константинополь, никто не верил, что он еще будет жить там столетия некоторое, это чудо, что потом еще возродилась империя византийская, по сути, тогда она уже все была уже упадшей, арабская армия огромная, она отвоевала все города, больше того, такие города, как допустим Иерусалим, Антиохия, Никея, там какие-то еще какие-то города, арабскую конницу встречали с хлебом с солью и гарнизоны местные, греческие, эти римские, они поднимали знамя ислама, значит, и переходили на сторону, значит, арабских, арабов, то есть были очень интересные истории, факты исторические, империя рушилась на глазах, коррупция, парализовала общество полностью, вот, значит, беспредел в судах, законов было масса, законов все не работали, потому что законы были противоречащие друг другу, не было сборников единых вообще законов, законодательных актов и прочее, то есть, короче, беспредел во всех отношениях, рабство, на море пиратство, в армии разруха, все должности покупались, продавались, начиная, военные должности вообще все продавались, покупались 100%, либо по наследству переходили, короче, полный разброд был, от былой римской империи ничего не осталось фактически, и вот, и представляете, в таком состоянии, когда особенно желающих не было никого, Лев и Савр взял власть, сказал, что я беру это на себя, вот, и вот эти два служителя, Константин Накалийский и Фома Клавдя Польский, точно неизвестно, но есть понимание, я думаю, что они надоумели, либо у них было совместно такое, какое-то решение, реформа в церкви и в обществе, на основании, по сути, вот этого возвращения к Слову Божьему, то есть, по сути, вот то, что произошло при Леве и Савре, впоследствии, это была, ну, византийская реформация, так можно назвать, она продолжилась где-то полтора столетий, и она повлияла так сильно на все, что до середины 15-го столетия византийской империи еще существовала, а могла бы разрушиться тогда же уже, вот, и в течение года была произведена огромнейшая реформа, ее даже вот не с чем сравнить, вот, отцы-основатели США, отцы-основатели, да, они утверждали, что пример, очень интересный есть пример, я даже себе выписал, есть книга такая, на английском, на русском, к сожалению, и нету, я делал переводы, некоторые пробовали, там, значит, через переводчик, там, ну, кое-что додумывал, кое-что, значит, там, братья помогали, но вот нет пока издания русского, называется «Провиденциальная история Америки», там потрясающие вещи вообще есть, это книга, в основном, ну, говорит о христианстве в США, и вот, отцы-основатели США говорили интересные вещи такие, что вот, в основу конституции и вообще свободы США легли англо-сакские, вот эти вот законы, знаменитые, которые впервые провозгласили принцип праведства людей перед законом, независимо от того, бедное или небогатое, принцип разделения власти, законодательное, исполнительное, судебное, интересное, в общем, были принципы, были заложены англо-саксами, там еще, в старом свете, но самое интересное было дальше, те же самые отцы-основатели утверждали, и это исторически очень четко прослеживается, что англо-саксы это не придумали, они взяли судебную и прочие реформы Льва и Савра в начало восьмого столетия еще. То есть, то, что произошло тогда, это была, как будто бы, знаете, революция в сознании, это была революция очень серьезная. В наших учебниках обычно, во всех, даже в протестантских учебниках, допустим, пишут обычно, что то, что произошло там, в Византии, это было, как называется, ну, иконоборческая ересь, называется, о, иконоборчество, эпоха иконоборчества, больше столетия, там полтора столетия продолжалось иконоборчество. Это все чушь, вообще. Хотя, да, можно так сказать, иконоборчество, но дело же было не в иконах вообще, и не с иконами боролись, и вообще дело было совсем другому. Это была именно реформация. Вот, Лев и Савр, вот, папа Евангелу, есть такой историй, греческий, он вообще сказал такую мысль интересную, изучая, он всю жизнь, пожилой человек, всю жизнь изучал историю династии Савров, и он, значит, пришел к такому мнению, интересно, есть его статья по этому поводу, интересная, потрясающая, он пишет, что вот такое ощущение, что этот Лев и Савр, как будто бы человек вообще с другого времени принес, вообще, как будто он, не знаю, машина времени какая-то была, потому что он совершенно не того мышления человек, не типичный для Рима, совершенно. Он вел впервые, вот, в истории человечества, впервые, ну, без всякого преувеличения, историки утверждают это, современные, даже неверующие, принцип правильности у людей перед законом. Никогда до того не было такого принципа вообще. То есть, неважно, пока ты ты или бедный, есть принцип правильности перед законом, главенство закона. Потом, да, он даже заявил, что даже если мой сын Константин, там, его сын уже, нарушит закон, да, то он будет наказан так же, как и простой крестьянин. То есть, такого никогда не было раньше. Было четкое разделение в том обществе, тем более рабо-надельческом обществе, было четкое разделение слоев общества. Да, у него законы были жесткие, коррупция наказывала смертной казнью, значит, и потом там, многие были жесткие законы, но самое интересное, все законы Льва и Савра, был сборник сделан, Льва и Константина, потом он был назван, и сборник, вот, но это, в принципе, Льва все были законы. Сын лишь только дорабатывал, систематизировал, впоследствии, в следующем правлении, уже своем уже правлении. Лев сделал следующее, все законы имели указания на Писание, то есть Конституции своей он избрал в Библию, то есть абсолютно все законы, включая там земледельческие правила, значит, там постановления военные, все, все абсолютно были ссылками на Писание Ветхого и Нового Завета, и порой законы имели не одну ссылку на Писание, представляете, это было впервые. До того, с самого Константиного времена подобного не делалось вообще, то есть законы принимались, вот просто мне изводилось, и я решил, какой-то закон принять, и все. Вот, он заявил, что Слово Божье является высшим, чем я сам, как император. Вот, то есть он себя поставил в подчинение этому Слову, это никогда раньше, до того никто такого не делал, абсолютно. Вот, кстати, вот почему Джордж Вашингтон потом и говорил у себя, что тоже, вот, как раз ссылаясь вот на опыт, вот, тот древний, что невозможно справедливо общество направить без Бога и Библии. Это слова Льва Исаура. А он это все, вот, как раз повторял. Интересные очень вещи. Потом, значит, тот же самый Папа Евангелу, вот этот, историк греческий, наш современник, он, значит, интересно, исследование провел, провел вот как раз документов земледельческих и военных того времени. Все должности он ставил министрами, там, ну, по-нашему, как вот, сельскому хозяйству, допустим, да, представляете, простых крестьян в должности возводил простых крестьян, министрами ставил земледель, там, и чего-то еще, которые разбирались в земле. Военными генералами старшими ставил простых солдат, которые отличились во время войны знанием тактики боя и всего. Простых, которые без роду, без денег, без ничего ставил вперед. То есть, короче, при нем ситуация вся поменялась. Раньше, допустим, там, значит, там, как бы, был клан богатый, допустим, олигархи, значит, да, при нем, да, он нашел себе кучу врагов, значит, но, в принципе, он всех олигархов к ногтю прижал. Вот, потом, там много-много всего произошло. Но самое удивительное, и непростительное, с точки зрения традиционного православия, его реформа, это церковная реформа. Все мощи, остатки святых, к тому времени, по всей Византии, оставшиеся, по всем храмам были мощи гробы, были торжественно преданы погребанию на церковных кладбищах. Он заявил отныне, что, опять-таки, ссылки на Писание были, что даже почитание всевозможное, что было изначально, это не наше, это привнесено было в христианство, и оно должно было в наше правление уйти из церкви. Икона почитания была запрещена. То есть, в частном порядке, в частном владении, ты мог это сделать, без свидетелей, да, ты мог это сделать, но прилюдно ты не имел права почитания оказывать ни образам, ничему. Были сняты все образа, со всех присутственных мест, общественных мест, с церквей. Вначале были повешены выше. Там был момент спорный еще. Поначалу они высоко висели просто, он запретил почитать их именно. Пусть они будут так напоминания, образа. Но вопрос был поставлен так. Да, была позиция определенная. И было заявлено следующее, любому саврам. Хорошо, давайте сделаем, как это сказать, ну, вопросим Господа. Давайте, значит, молиться, чтобы Бог дал знамение. Короче, постились и молились и те, кто был против иконопочитания, те епископы православные, во главе были вот эти, Константин и Фома, Клавдия Польский, и сторонники иконопочитания. Ответ пришел вскоре. Через несколько дней разразилось землетрясение. Самое интересное, что за столицей, за городом, стояли эти знаменитые, огромные там, иконописные мастерские. Сейчас это в самом Стамбуле территория. Вот, тогда это было за городом далеко. Иконописные мастерские. Город не пострадал фактически от землетрясения, хотя земля разверзалась. И вы представьте, на глазах у изумленных горожан земля разверзлась, мастерские ушли в бездну, и земля захлопнулась. Вот, именно после этого момента был подписан знаменитый Льва и Савра закон, запрещающий на всей территории Византии иконопочитание, почитание крестов, почитание образов, под страхом наказания телесного или изгнания из страны вообще. Штрафа денежного и повторного изгнания из страны. То есть, всякое идлопоклонство было запрещено. Потом, впервые, впервые, после Константина, ну, как бы, после Константина все императоры были, ну, больше или меньше антисемитами. Некоторые были лояльны к евреям более, некоторые очень жестокие к евреям. Он впервые обратился к еврейской общине, ну, по сути, с покаянием. Вот, в том, что были их, ну, преследовали предыдущие императоры. Умолял вернуться, восстановить бизнес в стране, восстановить торговлю в стране, торговые пути и прочее. освободил евреев от налогов, торговля шла беспошлино, значит, все жалобы еврейской общины рассматривались в судебных этих вот заседаниях. То есть, значит, они были восстановлены в правах, хотя не принимали христианство так же, они оставались евреями, иудеями, но это никто до Льва и Савра такого не делал, однозначно, даже, даже близко. Потом, я вот сейчас просто мало времени, я могу только до пяти называть часов, еще вот минус сорок хватит, называть деяния, вот, Льва и Савра. То есть, это гениальная эпоха удивительного человека, который превзошел, превзошел, ну, свое время однозначно. Вот, и в течение года, как считается, вот Папа Евангелу, этот историк известный греческий, он как раз, он всю жизнь династию Исауров как раз изучает. Он, значит, интересно сделал такой вывод, что в течение года была побеждена коррупция. Никто не верил, что Византия, которая была сплошь коррупирована, что можно ее освободить от коррупции. Но, вот, как считается, добился. Страна была свободна от коррупции. Значит, приезжали западные вот эти вот торговцы, какие-то венецианцы, кто-то еще, их есть посторонние свидетельства со стороны. Они свидетельствовали тоже, что отныне никто с них ничего лишнего не требовал. Зона была свободна для торговли. Пошлины не брались. Понятие единого налога впервые было введено Львом и Савром. До него никто никогда подобного не водил. То есть не бралось, бралось отныне семь шкур. Да? У него было понятие церковной десятилы и государственного налога единого. Все. Больше никаких налогов не бралось. Ни въездных, ни выездных, там не прочее, как вот раньше было. То есть раньше человек был везде, шаг не шагни, налог плати. Здесь была другая система. Судьи были, ну как сейчас называется это иллюстрация. Ни один из судей в первый же год, которые были до его правления, он не остался при должности. Были поставлены все новые люди. Судьи всех поменяли. Он судей облег властью независимости. Они были зависимы только лишь от закона. И по закону могли их наказывать. Над ними были поставлены дополнительные судьи, присматривающие за ними. Вот то есть судебная власть, он впервые разделил три вот эти вот попытался, ну или попытался, разделил. Ну там много всего. Церковная реформа его потрясающая. Фома Клавдя-Польский и Константин Акалийский, они, говорю, очень мало информации. Я, честно говоря, особенно даже и не нашел ничего. Очень мало упоминаний. Скользь лишь. Вот у того же Папа Евангела, у них никаких еще греческих этих авторов нашел. И все. Известно, что лишь следующее, но для меня это было очень важно таким замечанием, что эти два священнослужителя епископа были во главе. Они были в столице, отныне в Константинополе. Они обязали народ получать Евангелью, обязали, то есть чтению слова Божьего священника должны были как раз вот это делать. Я расскажу интересную историю. Вот. Она очень запоминаема. Арабы, а в это время, можно сказать, как кино там показывают, а и в это же время, в арабском мире, значит, арабы имели огромную армию к тому времени, которая была непобедимой, они считали, армией ислама. И они готовились к асламизации всей Европы. Должны были перейти в Босфор, значит, и дальше дойти до самой Великобритании. Вот. Падение Константинополя им казалось само собой разумеющимся. Они знали, что там ничего толком нет. За стенами города небольшая армия, которая до сегодня не имела ни какой-то, ни одной победы, одни лишь поражения. Как бы, и в принципе, их сметем. А дальше Европа вся разобщенная, и они хотели дойти до самого Великобритании, до острова в этих, значит, исламизируя все вокруг. И представляете, в следующем году, как раз, но ведь эти реформы прошли уже, да? В 718 году арабы двинулись на Константинополь. И что произошло? Лев Исавр принимает решение, вообще абсурдное, с точки зрения войны, как бы стратегии. У него была армия в десятки раз меньше, только вдумайтесь, чем, значит, у арабов, притом у арабов она была, как считалось, непобедимая, значит, имевшая все победы, а византийская была, имевшая все поражения. Ну, до реформы этих, до реформ. Больше того, Лев Исавр выводит всю армию в чисто поле. То есть, не на преимущество у них, на стенах все-таки, да, защищаться, он выходит в нападение. Это было просто, ну, самоубийством, как бы, значит, тем более конница почти у них не была своей. То есть, ну, это просто самоубийство армии, Дальше было чудо. Это реально чудо, библейское чудо. Он поставил впереди, как по Библии, псалмопевцев, шли с гимнами, с псалмами, шли потом за ними легионы римские. Короче, ну, на смерть. Довольно похоронной процессе. Вот. Но что произошло? Это было реально, как бы, фантастическое чудо было. Фантастическое чудо. Сверхъестественное. На арабскую армию напал сверхъестественный страх. Они бежали с позором до самого Дамаска. Всю территорию, которую отвоевывали годами, они побросали. Без боя сдали. Ну, как, бой. Арабские летописцы пишут так обычно, что, мол, льву этому царю, они его причастивым называют, мол, шайтаном помогали. Значит, что, мол, значит, вот они там порчу навели какую-то на оружие. Потому что сверхъестественный свет поразил, во-первых, значит, вот эту армию. Во-вторых, страх. Паника началась. Панический страх. Так что их уже и не преследовал никто, они все скакали, скакали, до самого Дамаска скакали. Вот, это невероятно. До Сирии самой. Всю территорию Турции, по сути, бросили. Это огромнейшие территории, это огромнейшие земли. Вот. Так что византийцы даже не успевали и как бы захватывать, возвращать себе эти территории. То есть Византия в течение года-двух, почти вся, ну, до самого Иерусалима, так, больше или меньше. Ну, Дамаск точно. До Дамаска они возродились. Вот, Византия была спасена сверхъестественно, ну, и вся Европа была спасена сверхъестественно. Хотя в учебниках по истории, как правило, об этом чуде не упоминается. Почему? По разным причинам. Одна из причин, это вот религиозно-политическая причина. Потому что на протяжении столетий из-за того, что Лев и Савр считался проглятым, безбожником, иконоборцем, было принято вообще предавать забвению его. Многие столетия подряд считалось забыть, не вспоминать. А если вспоминали, то вот будет мучиться в аду, как царь безбожный Лев и сын его Капраним. Сына прозвали Капраним, это по-русски как вот, ну, обгаженный, как бы, да. Вот, значит, там, ну, это, Капраним, это, Капра, это, ну, дерьмо, будем так говорить. Вот, значит, и обмазанный гадостью. Вот, значит, эта кличка была дана специально, чтобы показать, что он проклят, как бы, и весь род его проклят. Потому что, когда с реформацией стали просто огнем, мечом потом, впоследствии, бороться, и через полтора столетия все, что сделал Константин, Лев Константин, это фактически было сведено на нет, но все равно благосновение, реформация, вот, плоды ее были очень серьезными, слишком серьезными, чтобы так их задобнать. И Византия пала не в восьмом столетии, а до самого пятнадцатого столетия еще продолжилась. Представляете, история раздвинулась, отодвинулась история Византии. Удивительная история. Вот, когда в учебниках по истории говорят, о том времени, то обычно вспоминают Карла Мартелла, потому что чуть попозже, в годах, ну, в это же самое время, и в современнике, во Франции при Пуатье была битва знаменитая. Карл Мартелл, это генерал и очень известный полководец, ему удалось собрать все, так или иначе, все европейские армии, потому что у арабов была вот армия в Турции, огромная, а вторая была в Африке и Испании, вот Португалия, Испания, и, значит, и в 718-м шла волна оттуда, а через 20, через 15 лет, получается, с Африки шла волна, вторая, вторая армия, она была не меньше, но у Карла Мартелла, понимаете ли, у него было меньше, чем, конечно, у арабов армия, но больше или меньше, примерно одинаково, ну, чуть поменьше, чуть поменьше. он победил, конечно, да, арабов разбил, была битва при плоте, самая кровавая для того столетия вообще, восьмого, вот, земли не было видно, говорит, все было усеяно трупами, вот, и, но, фактически, вся европейская армия погибла тогда, но Европа была спасена, вот таким образом, да, Франция была спасена, от исламизации, но арабы были вынуждены остаться там, в Испании, в Португалии и в Африке, но, а дальше они не продвинулись, дальше Пуатье, и, мы смотрим, вот, но, а здесь, ну, это Карла Мартелла, битва, это отдельная история, в истории войн, это, как бы, огромная страница, но Лев и Савр, его предали забвению, хотя, его победа была, именно, сверхъестественная, просто военные историки не могут ее никак даже, как бы, ну, объяснить, потому что он поступил против всех правил того времени, вышел из стен Константинополя, вышел в чисто поле, поставил впереди не пушечное мясо, как вот обычно там, каких-то там, значит, да, ставят, как у нас там, значит, там этих, не обстрелили, да, ребят, а сзади уже, уже это, уже это, более-менее вояки, а, значит, он поставил певцов, музыкантов, значит, которые славили Бога, значит, пели гимны, значит, и за ними шли уже легионы, ну, как бы, абсурд, какая победа, то есть, другие, даже фантасты, представляют себе, вот, мол, там, представляют, что, слышал такое уже, что вот, раз он, возможно, человек из будущего, как бы, может, он какое-то оружие имел, там, лазер, или что-то еще там, чтобы, короче, ой, что только не писали, столько, столько всяких гипотез об этом, но, естественным образом, просто не объяснить победу его, Карла Мартелла, победу, естественным образом, можно объяснить вполне, да, да, героизм, да, там, все-таки арабов было больше, и победа была, там, с небольшим перевесом, но была победа все-таки, вот, она была естественной победой, хотя тоже, короли, потом европейские, король Франции, они объявили, что это было, действительно, с Божьей помощью, потому что сами мы бы, просто погибли, все бы, мы не спасли бы, Европу, но, а там, на Востоке, было чисто конкретно, Божье вмешательство, сверхъестественное, даже арабские летописцы, это признают, что это сверхъестественное, просто они начинают, это от шайтана, вот, значит, ну, опять-таки, те, а, еще, плюс, еще, перед сражением, все были в посте, в молитве, Лев и Савр объявил, три дня поста для жителей города, и для легионов, накануне был день поста, объявлен еще, представляете себе, они, чтобы там подкрепиться местом, значит, хотя бы, перед битвой-то хотя бы, вот, значит, они еще шли, еще попастившись, еще, ну, как бы, то есть, со всех сторон, это, ну, все, самоубийство легионов, вот, а это, получается, а победа была, представляете, вот, и Лев и Савр, вот, гениальный был человек вообще, на самом деле, гениальный, там, могу очень долго об этом еще рассказывать, его земельная реформа знаменитая, это вообще, он основывался на писаниях, раз не передвигать межи, право частной собственности, неприкасаемость частной собственности, впервые он ввел принцип такой вообще, неприкасаемость частной собственности, вообще, это удивительно, наказание вора, владельцу частной собственности, то есть, человек, имеющий землю, допустим, дом, он имел право полное, безнаказанно казнить, тут же вора, и ему за это ничего не было, это его частная собственность, это считалось святыней, вообще, там интересные вещи такие были, многие вещи, говорю, которые потом, англосаксы, в своих законах, провозносили, спустя столетия, а эти, те законы, повлияли на рождение американской конституции, а те основатели, по крайней мере, на этом строили, новые уже, новый народ, новую страну, вот скажу, в истории много таких удивительных, вот, малопонятных вещей, но обычно и Льва, и его сыны Константина, у нас ругают, историки православные, потому что они, их называют иконоборцами, церковная реформа была, но правда, минус их реформ, я считаю, минус, что они сохранили, все-таки, многобожие, не было никаких запретов, молитвам к Богородице, к святым, вот я считаю, это зря, я считаю, это ошибка стратегическая, даже ошибка, или уступка, наверное, была какая-то такая, сделана на населении, не знаю, то есть, понимаете ли, многобожие и идолопоклонство, оно всегда где-то рядом, вот, но когда сохраняется одно, а другое искореняется, ну, пользы мало, часто говоря, вот, пользы мало, кстати, вот в 16 столетии, когда началась реформация, Великой реформации уже, да, то вот эти протестантские лидеры, основатели, да, реформации, Мартин Лютер, потом Ульвих Цвингли, Мено Симмонс, там все, все вот эти вот люди, Жан Кальвин, тем более, вообще, он, благодаря ему реформация, она уже была необратимой уже, собственно, богословски, он все обосновал, очень четко, комар носу не поточен, вот, значит, и, знаете, интересно, что они, несмотря на свои споры между собой, и согласия, по многим вопросам, вот в этом нашли единение, согласие, что они отказываются и от многобожия, и от идолопоконства, и от того, и от другого, и все, вот, вот это произвело такое действие, что реформация, вот уже до сих пор, пять столетий уже продолжается, больше пяти столетий, слава Богу, вот это самое сильнейшее, что произошло, потому что, вот тогда византийская, она была такая, какая-то половинчатая в этом отношении, хотя я подробностей не знаю, таких, возможно, при Льве и не было, этого многобожия, потому что, документов, времен Льва, нет по поводу молитв святым, но во времен Константина, его сына, есть документы, документы, подтверждающие, что там молились, и он там, и другие молились там, и к Марии, и к Богородице, к Святым, но уже без икон, без ничего, ну, так вот, ладно, потом, это Лев и Савр, и Константин, вот, и вот эти два реформатора, церковных деятеля, но о которых информация, если о царях, хотя бы историками светскими, хотя бы информация сохранена, как-то, то о церковных реформаторах, вообще информация, я нахожу там, только какие-то косвенные, какие-то упоминания, что они там обязали священству учить Евангелию, Слово Божьему, ссылались на опытом церкви, ранней церкви, раннего христианства, до Константиновой, они ссылались опыт церкви, ранних отцов церкви, ну, и все, можно только лишь догадываться, что они делали дальше, вот, потом, это древняя церковь, хорошо, так, время-то мало, знаете, что еще скажу, более позднюю эпоху реформаторов, можно назвать, потому что через полтора столетия, после начала реформации Византии, реформация была подавлена, очень жестко, византийская реформация была подавлена при царице Феодоре, другой же Феодоре, конечно, в девятом столетии, в 800-43 год, кстати, когда вот спрашивают меня порой, а когда вот родилась, ну, православие родилось, вот в таком виде, в котором она сейчас существует, традиционное, то однозначно, из всех вот дат, лет, я называю, вот, именно как раз вот, 11 марта, 1843 года, когда официально царица Феодора, она официально святая, в Восточной и Западной церкви, она провозгласила победу православия, торжество православия, которое до сих пор празднуется, почему она это провозгласила? Потому что она считала, что покончила со всей реформацией, произведенной Львом и Константином, и их последователями. Она считала, что искоренила всю реформацию. Каким образом? Казнив в течение года, 1842 года, до 11 марта, казни продолжились, в 1843 году. То есть почти год были казни, непрекращающиеся смертной казни, свыше 100 тысяч своих подданных казнила. Для сравнения, испанская инквизиция, по документам именно, там точно неизвестно, конечно, в подробностях, но по документам именно очной казни, произведенной испанской инквизицией за 500 лет. Порядка 35 тысяч человек было подвергнуто публичной официальной казни в Испании за 500 лет. А здесь за один год свыше 100 тысяч казней. Притом, именно в лучших традициях инквизиции. Казни не просто там шли и убивали всех подряд, нет, делали выборочно. Казнь какая была? Для кого? И для кого? Феодора решила ввести принцип такого единообразия. В церкви возродила опять икона почитания, мощи были обнаружены снова. Нашли мощи опять, что-то еще. И в храмах были поставлены кресты, иконы Иисуса, Божьей Матери. И в присутствии государственных чиновников, и в присутствии священнослужителей, комиссия специально такая была, двусторонняя создана, значит, при каждом храме такая была произведена процедура в течение года, на протяжении года одного. Каждый житель империи, свободный гражданин, опять был разрушен принцип равенства перед законом, опять было вот это вот, для богатых был один суд, для бедного другой суд, судей опять, опять коррупция, все, победила. Феодора, она вот возродила опять старое все, что было когда-то. И, значит, все жители империи обязаны были в присутствии вот этих, этого, этой комиссии такой, преклониться, там, два земных поклона перед крестом и иконами, поцеловать их в присутствии этих, этих комитетчиков, еще поклон земной, и получить предписание, удостоверение как бы, что он был у поклонения этого. После этого он считался православным, католическим служителем, ну, как бы, христианином, благонадежным. Если он отказывался подобное произвести, то его должны были священнослужители увещевать, это сделать, убеждать. Если он отказывался и после того, то его предавали суду. И светский суд уже его вот таким образом казнил. Если обычно сжигали, вот, или же, если он имел заслуги, перед государством, церковью, то его топили в воде или душили, но удушали. Вот, как бы, значит, свыше 100 тысяч казней в течение года произведено тех христиан, православных христиан, да, восточных, которые отказывались в присутствии вот этих судей, в присутствии комитета совершить акт поклонения иконам, поцеловать их, иметь удостоверение. После того, ношение крестиков стало обязательным. Это было, кстати, одно из удостоверений, что ты государственный христианин, и ты совершил акт поклонения кресту и иконам в присутствии комитета, в присутствии... Потому что другие удостоверения, другие вначале были формы, записочек и прочее, они были ненадежны и часто то терялись, то приходили в негодность, либо были подлог какие-то обнаружены. Было принято решение впоследствии, что носить крестик как удостоверение. Поэтому, входя в город, там были охранники, и они могли из любого гражданина потребовать предъявить ему это удостоверение, что он был у поклонения, что он был государственный официальный член церкви. Он должен был поклонения, был крестик, и он должен был пропустить, что все, он отмеченный, как бы отмеченный государством христианин. Вот. И поэтому выражение такое было тогда, вот, крест спасает. То есть, не потому, что там даже мистически как-то он спасает от чего-то, ну, практически даже он спасал, ну, даже от репрессий, от казни, там, и прочее. Вот. Это 843 год. И вот после 843 года православие в таком виде, в котором оно сейчас существует, традиционное, оно до сих пор существует, да. А крестное знамение когда появилось? Точно неизвестно. Оно было и до того, и после того видоизменялось, там, это отдельная история вообще крестное знамение. Вообще, оно использовалось и в разных других религиях, не только в христианстве, в других религиях. А что оно обозначает? Просто оно как, еще как вероятность? Ну, у нас обычно оно, как считается, да, как считается. Кстати, некоторые говорят, что, мол, в древности, там, христианам резали языки, они там показывали, что это все сказки. На самом деле, во времена, вот, ранней церкви в христианстве не было ничего подобного, даже никаких знаков не было таких. Ни рыбки, ни там, крестного знамения, ничего-то еще. Вот, эти символы были языческими символами языческих религий. Вот, метроизм, допустим, они крестное знамение совершали, вот, значит, и там другие некоторые еще культы еще. То есть, с христианством ничего общего не имеющие. То есть, в христианстве, это получается, как бы, как плагиат, это было импортировано. Я как-то смотрел отрывок с какой-то фирмы, и там какого-то монаха тоже, как бы, казнили за то, что там он только покрестился, там, там, не тревят, не тревят. А, это старобрядцы, да. Потому что, когда крестное знамение водили, ну, было едино персты, потом, вообще, двоеперстие, самое было популярное, двоеперстие. На Руси, когда христианство было крещение, приняло, да, то двоеперстие. Два перста, это Бог и человек, божество и человеческое естество, три, это троица, божество снишедшее, человечество вознесенное. Вот, слегка преклоненный палец, это такой. И, вначале, на чело, говорили, с неба сошел в очрево Девы Марии, стал человеком, потом распят был, вознесся, сел Одесную Отца, по правую сторону от Отца, потом судить придет живых и мертвых, его царство не будет конца. Вот так вот говорилось там. Или другие были варианты, то есть, есть много разных других вариантов еще. Сошел с лобного места, с Голгофы, как бы, сошел в преисподние места земли, там, значит, потом воскрес и вознесся на Одесную, и так же там. Десятки разных были объяснений, очень интересны, ну, по-своему. опять-таки, это все, можно что угодно объяснить. Я в своем детстве, он мне тоже еще и играл в славной церкви, задал ему этот вопрос. Так. Так он на меня немножко так аж, ну, как бы, ну, не понравился этот вопрос. Так ты не знаешь, сколько крестами нужно креститься. Да, да, впоследствии, да, вот, когда, в 17-м столетии было принято решение, что троекерсти, еще быть, основанием послужило, что за столетие до того в Греции нашли, как бы, руку Андрея Первозванного, что-то еще там, и она была вот так сложена. Вот. Значит, и, значит, посчитали, что, хотя, вот привозили руку этого, как его, крестителя, Иоанна Престителя, там вот такая была форма. Да, вот такая форма. И, кстати, в культах, в основном в культах, вот, римских культах, в основном крестились таким образом, так вот, так вот. Вот, или же так, или так вот. То есть, разные просто сложения, как бы, но, в принципе, это все, на самом деле, христианство-то не в этом вообще, абсолютно не в этом. А было принято решение щепостью, щепость, так называемый, вот, или, как называть еще, ну, ладно. А на Руси стали говорить, раз второе перстие ввели на руку, и начало. Это вот 666, три шестерки, и это печать Антихриста, что вот, и на самом деле, объявились такие законы, объявлялись в то время, особенно при обьяновании, что нельзя было ни купить, ни продать, если кто не крестится вот тремя перстами, понимаете ли? Начались репрессии массовые. И люди, если он крестился, да, все то, купчие состоялось, допустим, а если нет, то, извини, даже хлебушка не купишь. А потом еще законы были такие, что даже если ты не продаешь, не покупаешь, но просто оказываешь милость людям, и даешь просто хлеб и воду людям, которые вот крестятся по-другому, не щепоте, смертная казнь была обведена даже, при Ане и Анне. И это настолько сильно на людей напугало, миллионы людей пострадали, миллионы. А свыше миллиона было признано, примерно столько же избежало казни, убежали до сих пор, потомки их там, 17-го самого столетия, там, то в Латинской Америке, то, значит, в Австралии, то в США, и прочее. Бред. Вот людей под нож пускали лишь за то, что они не так крестились, не так пальцы слагали вообще. И, кстати, вот я вспоминал, добрым словом уже ДВД, вот Никодима Ленинградского Новгородского, в 1971 году, как раз по поводу старых обрядов, двойперстя, он как раз и выразился, что не имеет разницы никакой, сколько ты перстов складываешь, двумя перстами или тремя перстами, вот, значит, что это лишь есть культурная, как он говорит, ну, часть культуры, традиции, но это не относится к христианству, это просто традиция. И в 1971 году, не только по поводу этих католиков заявили, но также по поводу старобрядцев было принято тоже решение, что отныне снять все эти анафемы, все эти глупые, никому не нужные вообще анафемы, которые анафемы наложили еще, так совпало, представляете, пальцем в небо попали, а анафемы на старые обряды все наложили официально на соборе 1666 года. Для людей того времени это было еще одно подтверждение, что это Дух Антихриста и печать Антихриста. Все. Три перста, нельзя ни продавать, ни покупать, и собор проклял всех святых, все, что было в церкви, значит, до 1666 года. Ну, все, и это, ну, до сих пор, вот, беспаковцы говорят, что Дух Святой покинул нашу землю, планету, именно вот в том самом 1666 году, удерживающий ушел, поэтому они же без Духа Святого страдают. Можно я тут слежу чуть-чуть, Лев Исавр, когда он провел свою реформу, то есть он привлек, покаялся перед евреями и привлек какую-то часть. То есть получается в числе вот этих 100 тысяч опять же пострадавшие значительной степени были. Ну, среди 100 тысяч неизвестно, были ли евреи и сколько их было, если были. Потому что репрессии это были через полтора столетия, получается. Почти. К тому времени, как ни парадоксально, евреи больше прятались у мусульман уже. Потому что арабские вот эти вот халифы, дамасские халифы, они, видимо, поняли, что прогоняя евреев, они ничего доброго себе не приобрели. Наоборот, они сделали услугу византийцам. Поэтому дамасские халифы, они как раз наоборот, стали с тем временем заискивать перед ними, заинтересовывать их возвращаться, значит, на восток. И даже позволяли селиться близ Иерусалима и даже в Иерусалиме позволяли общение. Поэтому многие евреи тогда к тому времени, они, наоборот, тем более, что началась опять коррупция, опять христианизация насильственная к тому времени, и поэтому многие еврейские общины, кланы, они просто покинули территорию Византии к тому времени уже. Поэтому даже среди репрессированных вряд ли там, если и были евреи, то их было очень мало, если и были. Вот. Там шла речь именно о христианах, чистках среди христианского населения. Вот. Ладно, друзья, еще на последних минутах знаете, что расскажу? Самое... Времени-то уже нету, но самая удивительная история реформации на Востоке это патриарх Кирилл Лукарис. Это уже ближайший к нам. Это уже ближайший к нам человек. Через сто лет после Лютера он поднял знамя реформации уже в наше время, ну, уже 17-е столетие. 17-е столетие. Мартин Лютер поднял знамя реформации и Кальвин там в начале 16-го века, а это в начале 17-го столетия. Кульминацией этой реформации как бы, да, было издание восточного исповедания христианской веры. Это наподобие как вот Лютеров Лютеров тезисы 1517-й год, да, произвели такое действие шум на Западе, а на Востоке такой же шум еще больше порой произвело вот это издание восточное исповедание христианской веры. Это было в 1632 году. Больше ста лет прошло. Вот, патриарх Кирилл Лукарис был патриархом вначале Александрийским Африканским, а потом был патриархом Константинопольским Вселенским. Вот, и будучи патриархом Вселенским он издал эту книгу. О чем говорил патриарх Кирилл Лукарис, он заявлял, что во-первых, отказ от многобожия, его отказ от культа святых, Богородицы и святых, он заявлял о посредничестве лишь одного Иисуса Христа. Это было, даже скажу, как взрыв бомбы в то время. Это был эффект разорвавшейся бомбы на самом деле. Он заявил об отказе не от икон, а от иконопочитания. Он заявил, что сама живопись и украшение икон, пусть оно остается, все, не трогать это все, но самопочитание, их целование, преклонение перед ними богопротивным назвал. А это для греческого, тем более, иерарха, это было, конечно, тоже очень серьезным заявлением. Отказ от вот этого очистилища, учения очистилища, вот о чем я сегодня рассказывал. Ну, в православии это мытарствами называется, но это все, хрен рецепт не слащится. Он отказывается от вот этих посмертных вымаливаний, посмертных вот этих всех, ну, молитвы зубоков как таковая, будем так говорить. Потом, что еще? Он заявляет о спасении, а, да, путь спасения определяет, пишет он, лишь через веру в Иисуса Христа открывается путь спасения для всех христиан. Библия, он заявляет, Слово Божье, да, Библия, заявляет, какие книги мы называем Библией, ну, цитирует эти библейские книги и заявляет, что она для всех, для всех христиан. Он редактирует, ну, и не только он, а там возле него еще были грамотные священнослужители, редактирует Библию и издает Новый Завет на тогдашнем современном греческом языке, потому что к 17-му столетию греческий язык очень сильно изменился, очень сильно. И большинство греков старые греческие кои уже фактически не понимали. Вот сделан был перевод на Новый Греческий язык. К тому времени уже книга печатания, значит, и он приобретает первый на Востоке печатанный станок с Запада привозит и запускает его, этот печатанный станок, печатают Новый Завет на Востоке впервые такое вообще было. Вот, потом, значит, там очень много реформ таких богослужебных, обрядовых, но самое главное вот эти вот как раз вот это было для, это было сенсацией. Настолько он достал религиозную мафию, будем так говорить, что, знаете, что произошло? Ну, его казнили, правда, да, султан Турецкий по приказу султана его репрессировали, его казнили, значит, и не только его, там, реформ, многих сторонников его, среди греческих священников, сторонников этой реформы подвергли, там, репрессиям разным, вот, изгнанием, и казнем, вот, его самого удавили, потом его утопили в Босфоре, значит, тело, значит, и, но, кстати, официально его, султан нашелся, знаете, вот, за что его официально казнили? Не за реформацию, а казнили за связи с украинским казачеством, как бы, ну, как политического преступника, а он на самом деле имел связи, на самом деле имел, он проповел уже, даже с украинским казачеством, он был в Украине, в Западной Белоруссии, когда он был еще африканским священнослужителем, то он из Африки, из Александрии, и Каира, путешествие сделал в Брест, чей под Днепру, путешествовал, проповел, жил среди казаков, значит, не один год, значит, потом жил в Белоруссии, но правда в Белоруссии его чуть не спалили на костре в Бресте, он был вместе со своим товарищем, тоже греческим священнослужителем африканским, его товарища сожгли в Бресте, а он из тюрьмы смог сбежать, побег совершил, и опять-таки благодаря казакам, значит, и казаки его припроводили в Киев, спасли его жизнь, вот, товарища не смогли спасти, его раньше спалили, вот, значит, и они узнали, просто казаки узнали, что в беде оказался этот иерарх, вот, значит, а очень сильно уважали его здесь, и припроводили его, вот, в стан казачества, и он жил здесь, потом он вернулся по Днепру, и по морю, и вернулся, значит, через, ну, через Турцию, вернулся в Африку к себе, в Африке он стал патриархом, вскоре, дядя его умер, там патриархом был дядя его родной, до него, был патриархом, перенес с Александрией в Каир патриаршество, связь с казачеством не терял, даже будучи в Африке, писал им письма, представляете, то есть вот настолько вот была, ну, связь у него, дружба такая была, вот, значит, он сам был таким, с протестантами яшкался, посол Гааги, посол Нидерландов, значит, да, и посол, как вы еще скажете, то есть, с протестантскими пастырями, которые были послами этих протестантских стран, он имел общение, и через них он выписывал себе книги лютера Кальвина, собрание работ Кальвина было у него, значит, и благодаря этому, кстати, его даже назвали, впоследствии, Кальвин в Новом Риме, его так и позвали, впоследствии. Вот, и потом, когда умер патриарх Вселенский, тогдашний, его избрали патриархом Вселенским, и вот став патриархом Вселенским, он начал такую радикальную реформацию, значит, конечно, это было бомбой, да, но вот султан нашелся, казнили его, казнили, но, даже скажу так, хотя султан-то казнил, но, по сути, вот науськивали контр-реформаторы, другие православные священнослужители, тоже там был, Бейрути был, Берий, тогда Берия назывался город, Берия, Берут, там был тоже Константин, только из Берии, он, значит, как раз султану, как бы, ну, и настучал, что вот, так и так, за вашей спиной, там, шутка ли, вы там все воюете с казаками, а он с ними там переписку ведет, значит, о чем там он пишет, хотя в письмах ничего не нашли, абсолютно, как бы, значит, такого крамольного, как бы, политического, там увещевания были, евангельские увещевания казачества, значит, и как бы и все, но все равно султан вот приговорил к смерти, вот, но, а этот из Бейрута, епископ, стал впоследствии, как раз, следующим патриархом, вот, и после смерти Кирилла, Лукариса, четыре собора подряд, на протяжении целого столетия, проходило четыре собора по местных, греческой церкви, значит, впервые, первый и последний случай, больше такого не было никогда в истории православия, что четыре собора подряд проклинали Кирилл Лукариса, его учения проклинали, понимаете, настолько за дело, за живое, отцов тогдашних, что на протяжении, даже больше, чем где-то полтора столетия, на протяжении, четыре собора подряд, такого никогда в жизни не было вообще, не до того, не после того в православии, четыре собора подряд проклинали его учения, и еще историки говорят, почему это поступали так, это косвенное подтверждение, что вот та реформа, да, и сами идеи, значит, они, получается, живы были, если полтора, ну, почти полтора столетия, значит, была необходимость повторять снова и снова, что проклинаем Кирилла Лукариса, его учения, там, его книги, кто имеет его, там, новый завет, изданный им проклятием, значит, что семена посеяны им, они еще где-то больше столетия, еще где-то были, значит, даже среди священников, возможно, были сторонники, где-то сохранялись, представляете, по крайней мере, в Болгарии выяснилось, что были сторонники, однозначно, в Греции, я с собой не знаю, в Болгарии были, среди болгарского духовенства, удивительно, конечно, вот так вот, дамы и господа, помолимся, друзья, Господь, спасибо за этот день, за эту возможность уникальную, Боже, приобщаться к истории Востока, Восточной Церкви, Православия в целом, благострия всех братьев, там, сестер, кто подключался онлайн, Боже, в истории мы видим, действительно, что от Тебя все, действительно, Ты владелец, хозяин времени, и мы доверяем Тебе, что Ты сегодня тот же самый, и сегодня просим Твоего благословения, отцовского, во имя Иисуса Христа, благослови нас, я благодарю Тебя, что Ты есть воскресенье и жизнь наша, Боже, оживотвори Церковь Православную, вообще, все восточное христианство, все ветви,